Сегодня мы посмотрим, собственно, на переписку, как тут все организовано в плане отправки получения сообщений. Хотя ничего принципиально отличного от других мессенджеров тут нет. Все-таки какие-то функции человек может не использовать, потому что не знает о их существовании, так что проговорим. Всякое общение в мессенджере начинается с добавления контакта. Самый простой, удобный и, я бы сказал, единственный способ добавления контакта – это по нику в элементы, но можно использовать адрес электронной почты. Тут есть система идентификации по почте и даже по номеру телефона, но я бы вам настоятельно не рекомендовал оставлять в открытом доступе дополнительную информацию. Тем более, что даже при закрытом доступе к адресу электронной почты человек сможет с вами связаться, но не напрямую в элемент, а вот так. Ему придет письмо на почту, что кто-то с ним пытается связаться с приглашением примкнуть к разговору. Но сквозное шифрование в таких чатах не включено. Поэтому в данном случае лучше написать человеку с предложением перейти в защищенный чат, благо ник его теперь вы знаете, а из этого чата выйти. Ну не идеальный способ, но лучше, чем ничего. Попробуйте связаться с человеком в Телеграм, зная только его имейл-адрес. Но это я так, тем, кто настроен критически. Теперь, разобравшись с безопасностью и добавлением собеседника, посмотрим на функционал самого чата. Ну тут все примерно как у всех. Есть удобная панель с информацией по собеседнику, как в Slack или Rocket Chat. Ник, удобная ссылка перейти к последнему прочитанному сообщению, упомянуть и удалить последнее сообщение. Удаляет у вас и у собеседника. Хотя кому-то функция может и не понравится, потому что удаляет сообщение собеседника. Значит, по сообщениям есть реакции. Возможность ответить. Запуск треда. Функция пока в бета-версии. Ее нужно подключать отдельно, причем оба собеседника должны ее подключить. Закладка треда появляется вот здесь. Далее по каждому чату есть возможность настроить уведомления. Причем достаточно интересна вот эта функция уведомлений, если вас упомянули или употребили ключевые слова. Ключевые слова прописываются в настройках. Сообщение со словами пивасик, виски и есть халтура вы никогда не пропустите. Даже при отключенных уведомлениях. Дальше настройки комнаты. Про это мы еще поговорим. В сообщение также можно вставить смайлик. Прикрепить файл. И дополнительно наклейка, голосовое сообщение, опрос и геопозиция. Ну тоже в принципе стандартно, но все что нужно есть. И это хорошо. Сообщение можно редактировать. И дополнительные всякие штуки. Например, ссылка на сообщение. Тоже не ново. А здесь еще настройки чата. Настройки здесь раскиданы по разным местам. Но здесь, наверное, собрано все основное. Можно добавить чат в избранное. Посмотреть все прикрепленные файлы. Но версии из-под браузера это сделать невозможно. Как и осуществлять поиск по зашифрованным чатам. Это можно делать только в десктопной версии. И экспорт чата. Тоже вещь с одной стороны полезная, с другой стороны небезопасная. Ну то есть все эти танцы с ключами заканчиваются на том, что вы просто экспортируете историю чата в txt и передаете товарищу майору. Но это уже история, от которой невозможно уберечься. Человеческие факторы физика – самые слабые звенья в любых защищенных мессенджерах. Вот так выглядит сохраненная переписка. В общем-то все достаточно стандартно. Я бы сказал, до появления комнат, о которых мы поговорим в следующем уроке и тонкой раздачи прав, о которой поговорим через урок, тут все как в большинстве хороших мессенджеров. Ну разве что вот эта, например, фишка есть далеко не во всех. Слэш вызывает список команд. Их тут очень много. От каких-то забавных, но не нужных, типа запустить фейерверк, до вполне себе полезных в работе. А вот скажем, room name – изменить название комнаты. Все основные команды можно запомнить. Начинайте набирать команду, он осуществит автопоиск. Ну и не знаю, как вас, а меня, например, такие мелочи вдохновляют. Но в Телеге такого нет. А почему? А вот не знаю. Пишите в комментариях. И нет там того, о чем мы будем говорить в следующих уроках. Того, что как раз и отличает хороший корпоративный мессенджер от Телеги.